здравствуйте как всегда по понедельникам у нас в эфире программа о самом дорогом о здоровье это врач надо и сегодня у нас в студии директор сети стоматологических клиник роздент олег стюнин здравствуйте добрый день и главный врач стоматологических клиник роздент алина сенчила здравствуйте дорогие телезрители я напоминаю как всегда работаем для вас в прямом эфире поэтому если у вас будут вопросы к нашим гостям звоните телефон студии прежний 44 40 47 ну а тема на которую мы сегодня поговорим мы обозначили так новые тенденции в развитии современной стоматологии как далеко ушла стоматология у нас в городе и области расскажут сегодня наши гости алина первый вопрос к вам что же есть такого в сети стоматологических клиник роздент какие новые тенденции за какими новыми тенденциями вы следите чего вот насколько я знаю практически нет нигде у нас во владимирской области благодаря тому что наши врачи постоянно усовершенствуются посещают различные не только междугородние но и международные выставки конференции учебные мероприятия мы поняли что для нас важно не только оказывать ежедневные стоматологические услуги но мы хотим улучшить качество услуг для этого последнее время лучше видеть мы стали благодаря микроскопу микроскоп лейка 320 это на данный момент один из самых лучших микроскопов мире да и благодаря хорошей оптики благодаря тому что он позволяет нам видеть не только нам но и пациенту в режиме реального времени в режиме реальной видеосъемки пациент понимает что происходит у него полости рта на мониторе он отслеживает каждый этап и для пациента становится менее страшно и более понятно все манипуляции которые мы проводим всегда ли надо пациенту видеть все что у него делается вот чисто такой психологический момент интересно людям чаще или ну вот я по себе допустим сужу мне кажется мне проще закрыть глаза и не смотреть если мы говорим о том что пациент полностью доверяет врачу или он знает каких-то проблемах туда но большинство из нас мы существуем ничего не болит и очень хорошо но когда мы приходим к стоматологу стоматолог выявляет какие-то очаги инфекции в полости рта и всем известно что кариес является инфекцией да то есть это очаг до минерализации которые также поражают бактерии различные поэтому чтобы его вы ведь не обязательно зуб должен болеть как только пациент к нам приходит мы ему показываем различные участки которые требуют лечения и это один из таких применений с микроскопа у нас на приеме конечно большая часть это не только визуализация пациенту но это работа в сложных каналах где большая архитектоника сложная анатомия количество каналов иногда достигает большего уровня чем это прописано везде то есть есть определенные проценты когда существует три канала особенно когда четыре да и микроскоп позволяет врачу найти эти каналы обнаружить обработать качественно и в увеличении большом увеличении видеть все что происходит в каналах это очень важно потому что для нас очень важно увидеть не только зуб вылечены но и дать ему прогноз потому что зачастую мы не просто лечим зубом мы еще хотим чтобы в дальнейшем они прослужили опоры под какие-то ортопедические конструкции поэтому чтобы мы понимали что через три года через пять лет пациент не обратиться к нам с повторным перелечивание данного зуба очень важно пролечить его первично правильно или перелечить его ну как я понимаю правильно леченый зуб это когда все каналы пройдены правильно или нет или вот когда лечат каналы когда нет и насколько я знаю допустим что на рентгене же видно каналы зачем тогда микроскоп рентген позволяет нам видеть только двухмерной проекции и зачастую один канал может накладываться на другой какой-то канал рентгеном можно не увидеть да и это очень частая ошибка и приводящих таким осложнениям как периодонтит воспаление ткани вокруг зуба и для этого и существует микроскоп для того чтобы мы видели всю архитектонику сложных каналов и видели их количество микроскоп позволяет это делать также не просто мы проходим каналы до верхушек существует разное понятие атомической верхушки физиологической верхушки но это позволяет как раз микроскоп увидеть насколько верхушка отличается зачастую от того рентгеновского снимка с которым пациент к нам обращается вот исходя из вашей практики если человек пришел лечить зуб и вы используете кстати всегда используете микроскоп или когда-то бывает что не нужно не всегда мы используем микроскоп потому что микроскоп используется в тех случаях когда либо пациент обращается за перелечиванием каналов либо мы видим что в данной ситуации по снимку непонятно количество каналов мы не уверены в них конечно опыт позволяет нам судить уже о том как идет канал что с ним происходит но микроскоп позволяет нам видеть и это нам дает шансы хорошо хорошо видеть да извините перебиваю у нас есть звонок зрителя давайте мы слушаем его алло здравствуйте вы в прямом эфире говорите пожалуйста алло здравствуйте алло мы вас слушаем алло здравствуйте вы в эфире ну звонок сожжался как я понимаю к сожалению 44 40 47 телефон для прямой связи со студией звоните у вас еще есть время чтобы задать свой вопрос специалисту помимо того что мы увидели каналы что еще можно увидеть и для чего еще я немножко дополню значит на сегодняшний момент конечно большое преимущество работа микроскопом это в том что не секрет что в ряде случаев при проведении антического лечения происходит излом инструмента и кто-то просто ставит крест на том что нельзя перелечить нельзя удалить этот инструмент либо так сказать нельзя включить этот зуб и вернуть его так сказать ему функцию основу что значит с излом инструмента но когда проходят канал это сказать это делать не только жбором да так не просто находят это всевозможные дрили которые так сказать на бывает так что когда происходит вот самой тонкой части этого инструмента она ломается в канале достать его достаточно сложно микроскоп позволяет это с большой долей вероятности эту манипуляцию произвести и зуб так сказать не испортить и продлить ему жизнь и так сказать взять его под опору опять же так под ортопедическую конструкцию да они то есть уже поводу к удалению в любом случае меньше большое количество насколько я знаю пациентов знаю что это можно сделать микроскопом прощались те же так сказать городок москва нижний иваново там где стояло это оборудование но сейчас по сути можно это сделать у нас тем более коза консультации у нас бесплатная так или иначе мы всегда можно с большой долей вероятность сказать перфорированный канал так сказать по каналу лишил инструмент или так сказать на самом деле требуется какие-то дополнительные лечения с тем чтобы ну вот этот зуб сохранить продлить ему жизнь нас еще один звонок давайте выслушаем алло здравствуйте вы в эфире говорите пожалуйста алло здравствуйте алло здравствуйте вы в эфире что-то сегодня у нас со связью пробуйте дозваниваете все что могу сказать 44 40 47 если что-то не так с каналом вот для того чтобы почему пациент должен решить что да мне нужно обратиться в клинику должны быть какие-то обязательно присутствовать там болевой синдром или не обязательно вы знаете в ряде случаев как правило излом инструмента это рекомендация врача в сторонней клинике обратиться ну просто многие уже знают что мы пользуемся этим оборудованием достаточно давно поэтому направляют к нам как раз вот на то что достать инструмент потому что ошибка врача от нее никто не застрахован так или иначе да но дешевле проще этот инструмент достать чем допустим зуб удалить и заменить его допустим имплант да или там какие-то финансовые они будут намного выше с тем чтобы восполнить утраты этого зуба чем просто достать инструмент продолжить лечение уже искать в обычном стандартном режиме давайте попробуем еще раз принять звонок алло здравствуйте вы в прямом эфире говорите пожалуйста добрый вечер здравствуйте меня интересует следующий вопрос вот современное оборудование которое сейчас находится в клиниках стоматологических владимира потому что я слышал и пара про лазер и прочее значит вот особенно как обыватель меня интересует безболезненные так сказать все очень боятся болезни вот к вам идти в первую очередь обезболивание импортное какое и протезирование еще интересует конкретного современные чтобы вот советовали по протезированию если противопоказано и в каких случаях вот ну это вот импланты делать большое спасибо спасибо за ваш вопрос ну давайте с обезболивания да наверное да на данный момент в клинике имеются самые лучшие анестетики которые зарекомендовали себя достаточно давно существует на стоматологическом рынке это всем известный ультракаин да и различные производные водные артикаинового ряда также существует но здесь уже не данному пациенту существует анестезия анестезия для беременных для детей которая включает себя меньшее количество адреналина и мы ее можем а то и без адреналина и мы ее можем спокойно применять зная что будет анестетический эффект но при этом пациент не будет чувствовать боль да протезирование давайте я скажу потому что еще один зритель давайте прием звонок чтобы не сорвался алло здравствуйте вы в эфире добрый день добрый вечер а у меня огромная благодарность клинике роздент особенной благодарности алине игоревне алина игоревна ваш многострадальный пациент наталья со своим иплантом спасибо вам огромное за ваши труды за ваши профессиональные качества огромное спасибо алексею владимировичу донатым салфевичу вы огромная команда профессионалов дай вам бог процветания успехов развития здоровья всем вам и всех благ спасибо до свидания спасибо большое видите не зря да да всегда приятно слушать да похвалу свадрец ну давайте вернемся к импланту все что касается противопоказаний к имплантации на сегодняшний момент их не так много они крайне индивидуальны если говорить о каком-то риске он существует мы говорим о том что на сегодняшний момент отторжение имплантов ну вот где-то в двух с половиной процентах от проведенных операций оно присутствует вот мы наблюдаем это нашу статистику она несколько меньше но мы не боги импланты не всегда приживаются и есть отторжение мы говорим просто о том что в этом случае если имплант отторгается он и приживается мы его переустанавливаем как правило бесплатно ну тоже не какая правила мы столи и переставили бесплатно если в этом случае не поддерживается план отвращаем всю стоимость проведенной операции имплантации в полном объеме, или, так сказать, перезачитываем на какое-то другое лечение. Ну, по сути, извините, перебиваю, хотя имплант-то не прижился не по вашей вине, а в силу особенностей организма. Тут какие противопоказания по сути есть? Раньше, так сказать, заболевания диабета, они имели практически полное противопоказание. На сегодня мы даже на 10 единиц их ставим, и у нас импланты приживаются. То есть даже с запарным диабетом можно поставить имплант? Можно поставить. Тоже касается гепатита, так сказать, вот, наверное, на сегодняшний момент это самые те заболевания. отсутствия костной ткани, ну, понимаете, да, в пустоту поставить его невозможно, но существуют методики установки, на сегодняшний момент мы имплант ставим не так, как удобно зубному технику, а мы ставим имплант именно туда, где есть, хотя бы есть кости, так сказать, под любым иглом, и мы это все выводим в последующем и получаем положительный эффект, так или иначе. Поверьте еще одного из детей, например. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, производите лечение под медикаментозным наркозом, то есть под общим наркозом. Если да, то какова стоимость? Если нет, то объясните причину. То, что это вредно, мы знаем. Спасибо. Мы не производим лечение под общим наркозом, даже не в силу того, что это вредно или нет, но в случае того, что для оказания медицинской помощи под общим наркозом должна быть реанимационная бригада. Это первое условие, которое мы должны работать так. В нашей клинике мы оказываем лечение только под местной анестезией. А для чего вообще, по какой причине ребенку могут, допустим, а для взрослого зачем общий наркоз? До сих пор встречаются пациенты, которые, входя в клинику, настолько боятся, они не могут ничего себе поделать и никакими методиками убеждения, мы не можем пациенту удержать в кресле. Это крайне редко, но это бывает. Но это, будем говорить, на перспективу. Мы не останавливаемся, мы продолжаем какое-то развитие. У нас просто на самом деле нет бригады, и это очень большой риск. Здесь уже мы говорим не просто об улучшении качества жизни, а здесь мы говорим уже о жизни самой. Поэтому мы не делаем того, что запрещено всеми распоряжениями здравия. Давайте вернемся к имплантологии. Если нет костной ткани, ее можно как-то... Ее можно растить. Существует мембрана, существует масса методик, которые мы тоже применяем в каждом конкретном случае. Это работа с шаблонами. Тогда, когда сложно в чистом поле привязаться, если нет деревца. Шаблон позволяет нам при помощи компьютерной томографии этого шаблона поставить имплант именно в том месте, где есть костная ткань, и практически исключить мануальную ошибку врача. Вы сказали до звонка телезрителей, что ставим зуб не там, где удобно технику. Тут, знаете, немножко параллельность. Зубы у нас, они так или иначе параллельны. И раньше было так, что зуб тоже ставился в параллель коронки. На сегодняшний момент все изменилось, и мы можем поставить под очень большим углом, а уже, так сказать, вывести коронку, так опору уже сделать, вот даже на имплант, который будет там под углом 90 градусов. То есть это сейчас все возможно. Возможно. Если говорить, если мы говорим все-таки о новых тенденциях, на сегодня все-таки вы работаете для того, чтобы максимально сохранить, пусть даже мертвый зуб, или все же на дальнейшую имплантологию и так далее. Вот здесь где-то грань, когда зуб уже нужно удалить и, возможно, ставить новый, или ставить коронку, или вот уже имплант. Существует оценка перед тем, как нам приниматься за работу. Мы коллегиально, наш подход коллегиальный, то есть мы собираемся обязательно, ортопед, врач, имплантолог, присутствуют на консультации, ну и терапевт, соответственно. И мы обсуждаем, первое, план лечения, то есть, что мы делаем, какие зубы мы берем под опору ортопедическую, какие зубы мы удаляем в силу того, что их невозможно вылечить, и ставим импланты. Только после того, как мы создали свой план лечения, мы обсуждаем это с пациентом и рассказываем, по какой причине невозможно сохранить тот или иной зуб. Конечно, мы боремся за каждый зуб. Почему? Потому что все-таки нет ничего лучше, чем собственные зубки, но лишь в том случае, когда их не просто пролечил, а на них что-то можно в дальнейшем, или пломба, или ортопедическая конструкция, или коронка, или винир. Если их можно потом будет использовать не просто как эстетику, как красоту, но и как функциональную единицу, она будет жевательную функцию на себя нести, тогда мы боремся за этот зуб. Можно я еще пару слов отвечу тому пациенту, который интересовался, что же является лучшей ортопедической конструкцией. Мы на сегодняшний момент работаем с одной из самых крупных зуботехнических лабораторий, мы не привязаны ни к одной из методик. Мы можем либо от пожелания пациента отталкиваться, либо какое-то свое предложение носить. Это могут быть и металлокерамические коронки, это может быть... Все зависит еще от бюджета, на который пациент так или не может себе позволить. Это может быть цельнолитая конструкция, это может быть и пластмассовая конструкция, это может быть и те коронки, которые по методике каткамы используются. И здесь уже спектр... Это может быть и тревая коронка, так сказать, и тревая составляющая. Это может быть диоксид циркония, это может быть пластмасса, это может быть... Ну, любой практически... На сегодняшний момент любая ортопедическая конструкция возможна установка... Ну, будем говорить... Мы можем предложить пациенту в любую конструкцию, которая на сегодняшний момент является проверенной, которая имеет сертификацию, так или иначе, да, так сказать, не то, что там из кармана кто-то привез, а это все сертифицировано. Это то, что не должно пациенту ухудшить его состояние в полость рта, по большому счету. Мне подсказано, что нам нужно прерваться на рекламу. Продолжим. Не переключайтесь. Напоминаю, вы смотрите Врач на дом на телеканале Вариант. Наша тема сегодня это новые тенденции в развитии современной стоматологии. В гостях у нас стоматологическая клиника, точнее, даже стоматологические клиники, сеть Росдент. Напоминаю, эфир прямой, поэтому у вас еще есть время позвонить к нам и задать вопрос экспертам. Телефон в студии прежний 44 40 47. Олег, вот вы назвали такое количество материалов, из которых могут быть изготовлены коронки и так далее. Есть ли какие-то вещи, которые на сегодняшний день можно сказать, что устарели? Все. Их могут ставить, но уже, возможно, не нужно. И есть ли те материалы, за которыми будущее, которые можно смело рекомендовать, если отвлечься от бюджета? На сегодняшний момент, наверное, штампованные коронки являются уже, так сказать, самым отжившим себя по большому счету. Все остальное в той или иной мере применяется. Те же самые пластмассовые коронки мы ставим как временные конструкции на период изготовления постоянных. Если говорить о самом современном, то это те коронки, которые идут по методике каткам, так называемые. Это тогда, когда сканер, применяется сканер полости рта уже не слепки, да, и по этому программе этого сканирования изготавливается станком с чипу, по сути, из какой-то болванки изготавливается та коронка, которая является красивой, долговечной, менее вредной и, так сказать, в ряде случаев без присутствия металла. То есть она, допустим, из цирконии, из итриевой, так сказать, коронки, в ряде случаев из пластмассы, ну, даже точат их из металла, но металл, это, наверное, какая-то уже клиническая ситуация должна быть с тем, чтобы из этого делалось, или там из титана, из золота, наверное, но это редкость, да. Но, скорее всего, это вот все-таки диоксид цирконии, который на сегодняшний момент является самым красивым, то есть он практически пациент не подвержен аллергии, долговечность, прочность, она превосходит даже металлокерамические конструкции. По красоте, так сказать, ей, ну, они, конечно, перешагнули металлокерамические коронки очень далеко. Они не видны ни в софите, ни в каком-то неонном свете. И красивые, долговечные, удобные. Ну, вот я думаю, что одна из современных тенденций, из новых тенденций в развитии современной стоматологии, это еще эстетическая стоматология. Насколько сегодня, Алина, наши, вот ваши пациенты, наши горожане хотят не только здоровые зубы, чтобы они не болели, чтобы они хорошо жевали и так далее, но и чтобы они были красивыми. Насколько сейчас вот много ли людей идет именно за красотой? Расскажите. Конечно, сейчас эстетика это, наверное, первое, с чем обращается к нам население, потому что хотят красивую белоснежную улыбку. И в большинстве своем почему они хотят? Потому что красивая белоснежная улыбка это признак успешности человека, признак открытости человека, человек улыбается, человек готов к общению, человек заслуживает более высокие должности и так далее. поэтому отбеливание у нас очень часто распространено, за ним обращаются, его хотят, мы делаем. Соответственно, отбеливание у нас происходит лазерное, то есть на данный момент это является новой технологией, когда гель, который наносится на зубы, активируется с помощью диодного лазера, тем самым уменьшается продолжительность. Сколько времени нужно сидеть с открытым ртом? На самом деле здесь производитель нам говорит, что начиная от 5 минут достаточно одного сеанса. Всего лишь? Всего лишь. Но дело в том, что нам необходимо достичь определенного результата и пациент хочет видеть действительно белые зубки. Поэтому мы используем не менее трех сеансов каждый раз мы засвечиваем лазером и дальше пациент уже проводит у нас в кресле от 5 до 15 минут ожидания вот некого вот этого окислительного процесса, когда у нас отбеливаются зубы. Сейчас вернемся к теме отбеливания. Еще один звонок на линии. Алло, здравствуйте! Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о лазерном отбеливании поподробнее. Можно ли, например, отбелить не весь рот, а один или несколько зубов? Спасибо. Да, конечно, зачастую выбранные конструкции, например, ортопедические, те же самые виниры, когда мы говорим о том, что пациент хочет в определенном сегменте только светлые зубы, покрыть рот, например, фронтальные зубы, и необходимо... Извините, перебиваю, это, как я понимаю, делается с целью экономии, так? Или вообще не нужно жевательно отбеливать? Ну, экономии, да, и в том числе, когда улыбка пациента, например, недостаточно широкая, то есть, улыбается, ну, и, в общем-то, ему достаточно только шесть зубов, да, сколько поклык. И тогда вопрос встает, что же делать с остальными зубами, которые не такого же цвета, как венеры. И тогда возможно использовать, опять же, лазер именно на небольшом участке, либо один зуб, либо два зуба. Существует определенная насадка, которая отбеливает только этот зуб, и не надо, соответственно, отбеливать рядом стоящий. Кстати, если зубы пломбированы, и так далее, можно ли их отбеливать? Существует несколько методик отбеливания, то есть, если это депульпированные ранние зубы, но измененные в цвете, в силу того, что материал, которым пломбировали раньше каналы, он обладал именно действием, изменял цвет зубов, делал зубы более тусклыми, то тогда мы используем внутриканальное отбеливание, когда зуб отбеливается изнутри. Когда используют, на данный момент зубы не изменяют в цвете, когда это пульпируют, то есть, используют самые биосовместимые материалы для пломбирования зубов. Если лечили у вас, скорее всего, можно спокойно отбелить и все, не будет изменения. Большая вероятность, потому что мы знаем, какими материалами в другой клинике мы не знаем, соответственно, мы спрашиваем, какой период времени это было сделано. То есть, если это больше, чем 5-10 лет, то, скорее всего, зуб нужно будет перепломбировать, даже при отсутствии каких-то воспалительных явлений, в силу того, что зуб может окрашиваться изнутри. Но это мы говорим про отбеленные зубы, когда мы используем внутриканальное отбеливание. Любые зубы можно отбелить, неважно, они депульпированные, то есть, без нерва. Либо это живые зубы, можно сделать светлее. Как я понимаю, у каждого человека своя природная эмаль разного цвета. Все ли могут отбелить зубы с помощью лазерного отбеливания до голубизны, до белоснежного, именно до того цвета, который хочет сам пациент? Или вы все-таки рекомендуете, вам лучше такой цвет сделать? Как идет эта грань, сколько можно отбелить, насколько можно сделать белоснежными зубы? Существуют разные виды отбеливания, в том числе домашнее отбеливание и офисное отбеливание. Про лазерное отбеливание мы говорим, когда пациент хочет к Новому году сделать белоснежную улыбку. Тогда мы говорим о маленьких сроках и о... Время еще есть. Я там знаю, еще на какое-то время должно быть диета, абсолютно, белая диета. То есть, если учесть, что сегодня 10 декабря, до Нового года можно успеть отбелить, пробыть на диете, пока вот и уже Новый год встречать белоснежную улыбку. Хорошо, дальше. И это домашнее отбеливание, которое является более щадящим по отношению к зубам, но мы к нему готовимся. То есть, это обязательно, но профессиональная гигиена и при офисном отбеливании, и при домашнем отбеливании. Это обязательно ремотерапия, укрепление минералами зубов, так как, как бы мы ни говорили все, но это действительно так, что мы внедряемся в эмаль зубов, мы ее каким-то образом нарушаем целостность, но мы должны ее укрепить. И при соблюдении определенной методики сначала укрепить и после отбеливания укрепить, у нас мы зубы не нарушаем их целостность, они у нас не повреждаются, и в любом другом обычной другой ситуации мы никогда не будем укреплять зубы. А здесь мы укрепляем и делаем их светлее, и это только полезно для зубов. Есть ли пациенты, кому отбеливание противопоказано? Есть пациенты с разными ожиданиями, я бы так сказала. То есть есть, например, пациенты с флюорозными пятнами. Здесь мы понимаем, что будет сложно именно достичь того результата, который они хотят, потому что флюорозные пятна сами по себе уже светлые, матовые, и их практически невозможно без использования красок, например, восстановить с помощью пломбировочного материала, а тем более отбелить. Поэтому здесь определенная методика существует, и я бы сказала, что флюороз является неким спорным моментом при использовании отбеливания. Второе, это тетрацикленовые зубы, это те дети, которые еще в маленьком возрасте, да, они их лечили антибиотиками тетрацикленового ряда. На данный момент эти антибиотики исключили уже из педиатрии, но мы имеем таких пациентов, у которых зубы темно-серого цвета, вот они очень плохо поддаются отбеливанию, поэтому является как бы тоже Но посветлее сделать все равно можно, посветлее. Посветлее можно. Как я понимаю, Олег, на сегодняшний день лазерное отбеливание это тоже самая современная тенденция. Ну, будем говорить одно из, да, потому что есть еще зум, да, четвертый, который, в принципе, тоже дает хорошие результаты, так или иначе. Да, пожалуйста, тут, опять же, так сказать, выбор идет за пациента, просто это стоит дороже. Вот и все. Почему мы говорим с лазером? Ну, мы, по крайней мере, можем предложить это дешевле. Зум это дороже. Вот и все. И опять же, так сказать, если говорим об улучшении, то это мы совсем не сказали про виниры, которые мы тоже сейчас дадут. вот буквально три минуты. Широко мы, так сказать, их применяем на сегодняшний момент, которые тоже дают достаточно хорошие. Но здесь мы до Нового года не успеем виниры поставить. Да почему нет, успеем. Три недели это достаточно, более чем достаточно. Так быстро ставятся виниры? Ну, а что это? Это та конструкция, к которой мы сегодня пришли, подготовили зубы, так сказать, сняли с лепки, так сказать, без обточки зубов. Это практически без обточки зубов, так сказать. Мы ставим их на живые зубы, как правило, да. И если клиническая ситуация отвечает, то и методика на сегодняшний момент, мы получаем их, так сказать, через неделю, мы, по сути, получаем те виниры, их устанавливаем. И здесь важен подготовительный момент с тем, что, понимаете, определить с пациентом, что он хочет конкретно. Для этого мы делаем фотопротокол, для этого мы делаем восковое моделирование с тем, что пациент мог увидеть, потрогать, пощупать, так сказать. Потому что кому-то нравятся лопаты, кому-то нравятся закругленные участки какие-то, поэтому на зубах, так сказать, кому-то широкие, кому-то узкие. Кто-то хочет закрыть диастену такой методикой, да. Очень много возможностей. Виниры – это эстетическая или это еще и лечебная процедура? В ряде случаев это лишь эстетическая, когда мы хотим изменить цвет зубов, форму зубов. В ряде случаев, когда были депульпированы ранее зубы, измененные, разрушенные, но при этом у нас сохранилась эмаль зубов, то тогда виниры показаны. Ну и, как я понимаю, для того, чтобы оказаться обладателем красивой улыбки и здоровых зубов, нужно в первую очередь прийти на консультацию. Здесь нужно ли заранее записываться, платно-бесплатно, расскажите. Консультация у нас на сегодняшний момент бесплатная. Записываться нужно, потому что востребованность врачей очень достаточно большая. Есть запись интерактивная, так сказать, на сайте, на котором человек может отправить заявку, и по большому счету я вот стараюсь, как правило, достаточно быстро отвечать на те вопросы, которые именно по конкретике. Но если живое общение, так сказать, никто не отменял, и проще, конечно, У нас минута, но есть телезритель. Давайте успеем ответить. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить импланты на место вот корневых зубов наверху? Спасибо. Да, конечно. Импланты можно поставить практически в любую область, там, где зубы присутствуют. Я не говорю, конечно, о восьмых зубах. Там, наверное, они не нужны. Они не нужны, по большому счету. Конечно, можно. Вопрос заключается, опять же, в том, есть ли там костная ткань. Вот все. Ну, для этого тоже нужно прийти и посмотреть. Да, так сказать, консультация, даже панорамный снимок нам даст предварительную картину того, можно ли нельзя восстанавливать. А уже нюансы нам сделает компьютерная томография. А уж с микроскопом все разглядите. Напоминаю, наши гости сегодня это главный врач стоматологических клиник Росдент Алена Сенчила. Алена, спасибо вам большое. И директор сети стоматологических клиник Росдент Олег Стюнин. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо за внимание.